Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Анна Тищенко, Retail Practical Management. Здравствуйте! Здравствуйте! Сессия закончилась, вы тут же у нас перед камерами, что очень приятно. Спасибо, что пришли. Очень хочется теперь о теме выступления. Сегодня мы проводили экспертную сессию по работе с собственной торговой маркой в категориях. Работа с собственной торговой маркой стала наиболее актуальна в 2022 году после всех произошедших внешних и внутренних событий. Данный вопрос актуален как для ритейлеров, так и для производителей. Все хотят узнать, как правильно приложить усилия, чтобы получить наилучший результат. Как продвигать, как разрабатывать, как найти незакрытые ниши для того, чтобы приложенные усилия помогли сетям и производителям использовать их ресурсы для достижения в том числе своих целей. Retail Practical Management точно знает, как. Я так понимаю, что делиться профессиональными данными прям так в YouTube вы не хотите, но вдруг есть какой-то основной посыл, который бы хотели поделиться. Основной, ну, конечно, как вы правильно сказали, Retail Practical Management, мы собираем экспертизу людей, работающих на рынке. И, конечно, привлекаем наших сейчас коллег для того, чтобы они делились своими наработками из текущего бизнеса. Из того, из чего в сегодняшний момент мы вынесли главную задачу. Задача состоит в том, что точно не копировать, а нужно создавать новые продукты, находя именно те ниши, которые в потребности, которые мы хотим закрыть в потребности. Прямое копирование не даст результата. Очень хорошо, когда у сети уже сильный бренд, и она готова им подкрепить качество и само содержание продукта. Но если сеть хочет сделать новую марку, то лучше искать ее именно новую в категории. Получается, когда мы видим коробку, очень сильно похожую на Coca-Cola, но написано тем же шаммешрифтом другое название, лучше сейчас так не делать и рожать что-то новое, интересное, и завоевывать вкус наших покупателей. Ну, вообще затронули почти запрещенную тему, мало того, что даже назвали бренд. Ну, смотрите, для того, чтобы вот в такой стратегии, когда у нас категория имеет очень сильный первый бренд, здесь нужно очень качественно оценить риски. Потому что даже если этот бренд на сегодняшний момент какое-то время не будет доступен покупателю, все равно мы должны понимать, что как бы вновь созданный продукт, даже при своем полном совпадении дизайна, не факт, что будет оценен покупателем. Поэтому здесь важно именно не входить в прямую конкуренцию, а искать другие особенности продукта, другие особенности его, как сказать, его популярности у покупателя, а не впрямую копировать сильные бренды, в которых очень много именно маркетинговой составляющей. А мы говорим про потребность. Замечательно. Я надеюсь, что все ритейлеры к вам прислушиваются, и мы получим собственные торговые марки замечательные, вкусные и, надеюсь, полезные. Спасибо огромное за вашу работу. И вам спасибо. Хорошего дня.